Осенняя призывная кампания 2015 года в самом разгаре. Военкоматы страны в очередной раз открыли свои двери для молодых ребят, которые уже в скором времени будут служить в российской армии. В соответствии с указом президента Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе, на комиссию вызываются юноши 1997 года рождения, то есть кому уже исполнилось 18 лет, а также у которых истекли отсрочки от призыва и не призванные ранее на военную службу по различным причинам. Сегодня мы провели первое заседание призывной комиссии. Наглядно видно, что ребята идут служить с явным желанием. Ситуация в нашей стране кардинальным образом меняется по отношению к вооруженным силам. С первого взгляда можно заметить, что проблем с явкой не наблюдается. В коридорах Домодедовского военкомата много юношей, терпеливо ожидающих комиссии. Друзья служили. Сейчас один друг служит в Новосибирске в связи. Ну, вроде нравится. Вроде доволен. Как отмечают врачи, по сравнению с прошлыми годами растет количество годных к военной службе безо всяких ограничений. Есть полноценный здоровый, который проходит у нас по категории А. Есть годный с незначительными ограничениями, где непосредственно снижена должна быть у них физическая нагрузка. Есть и полноограниченные годные и негодные. Тут уже рассматриваем каждого призывника индивидуально, в зависимости от их болезней. Призывнику Алексею Щербакову 20 лет. Он уже окончил колледж по специальности техник-электрик. После службы в армии в планах у Алексея поступление в театральный институт. А пока актерство – это только хобби. Сейчас главное – какую роль юноши предоставят в военкомате. В какой род войск он получит направление. Мечта с детства была служить в лите. Это, естественно, воздушно-десантные войска. Военно-морской флот, морской пехоты. Или внутренние войска, спецназ. Я ничего не имею общего против других войск. Конечно, хотел куда-нибудь подальше уехать от дома. Стоит отметить, что срок службы остается неизменным – один год. Особых нововведений также не запланировано. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.